Хусейна Вафакия Шамилевна «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла Прочитая в детстве книгу «Алиса в стране чудес», я восприняла ее как обычную сказку. Второе знакомство с Алисой состоялось недавно, и я посмотрела на нее под несколько другим углом. Оказывается, «Алиса в стране чудес» очень точно и образно отражает мою педагогическую философию. Какие же уроки я взяла для себя как педагога из этой мудрой сказки? Перестаньте тратить силы зря! Как говорила королева из Алисы, иногда люди прилагают огромные усилия лишь для того, чтобы не позволить своей жизни измениться. А может, стоит что-то поменять, и жизнь станет интереснее? Судьба преподнесла мне подарок – общение с детьми. Мы вместе живем в детстве, играем, мечтаем и фантазируем. Я ощущаю себя маленькой девочкой Алисой из «Страны чудес», у которой есть возможность постоянно находиться в мире детства, сказки, фантазии, забавных приключений, испытывать неповторимость, непредсказуемость каждого дня. Верьте в то, что кажется невозможным. Многие люди уверены в том, что некоторые вещи невозможны. «Мне никогда не стать поэтом», – думает кто-то, при этом не пытается написать ни строчки. Но если бы так подумал тот же Льюис Кэррон, вы бы никогда не прочитали столь увлекательную, интересную и гениальную книгу, как Алиса в «Стране чудес». Главное – поверить в себя. Вы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы достичь их. Меняйтесь, но оставайтесь при этом самими собой. За период педагогической работы я попробовала себя в качестве учителя, руководителя, педагога в классах занятий. Менялись должности, а вместе с ними и я. Но всегда оставались неизменными мои жизненные принципы – порядочность, оптимизм, вера в добро, верность к профессии. Общение – это очень сложный процесс. Иногда чуть неверная интонация, не совсем правильно подобранные слова могут исказить смысл того, что вы хотели сказать. К тому же все дети разные. Один – как любый наблюдатель, другой – неутомимый экспериментатор, третий – талантливый художник. Ведь снова можно остановить полет творческой мысли, фантазии, а можно и вознести до небес, заставить поверить себя в свои силы и способности. Дать возможность каждому ребенку почувствовать себя успешным, талантливым, умным – в этом я вижу свою миссию как педагога. Завершая свое философское рассуждение, я обращаюсь к тебе, Алиса. Спасибо за то, что ты встретилась с меня в далеком детстве. А знаешь, я завидую своим ученикам, ведь им предстоит познакомиться с тобой, отправиться в путешествие в твой загадочный мир, полный таинственных приключений. И, может быть, твои уроки станут главными для них, какими стали они для меня, маленькой девочке, которая всю жизнь верит в чудо и учит этому своих учеников. Спасибо.